Девчонки, всем привет! Сегодня будет вторая часть моего видео о покупках. Если вы не видели первую часть, то ссылочку я вам оставлю внизу. Там я рассказываю о покупках уходовой косметики, а сегодня расскажу вам о декоративной. И начать я хочу с вот такой вот туши, которую я вам показывала в своем влоге. Это тушь у меня от H&M, и я ее еще тогда не пробовала. Мне интересно было вообще, что это за косметика в H&M продается. Пока что другие продукты я не решилась купить, вот осмелилась только пока что на тушь. Вот так вот, собственно, она и выглядит. У нее просто огромная кисточка, и когда я начала ею пользоваться, когда я начала ее тестировать, эта кисточка прокрашивала ресницы, но она не делала ни объема, ни удлиняла. Я дала ей время этой туши, чтобы она подсохла. Я думала, что дело в самой туши, но она у меня полежала, и никакого эффекта потом не образовалось. Потом я решила дать ей еще один шанс и нанесла ее кисточкой, которая у меня была от старой туши, от Миша. И с этой кисточкой она работает просто идеально. Она делает просто потрясающий объем, не отпечатывается, не смазывается никуда она. Я думаю, что с этой тушью заморачиваться не стоит, потому что та щеточка, которая здесь идет, она абсолютно не делает объема, а заморачиваться с другими щеточками, я думаю, не имеет смысла, потому что есть множество других тушей, которые придают хороший объем. Также для глаз хочу показать вам вот такой карандаш от Bourjois. Понравился мне этот карандаш своим необычным цветом. У него такой то ли болотный, то ли бирюзовый, то ли темно-зеленый цвет. Всегда он выглядит по-разному. Понравился мне этот карандаш своим цветом и своим качеством. Он меру мягкий, абсолютно не жирный, очень хорошо рисует стрелочки, им хорошо будет делать акцент на нижнем веке, делать какие-нибудь там двойные стрелочки. Классный карандаш, мне очень понравился. Все названия и номера продуктов я, как обычно, напишу внизу. Следующую покупку, которую я вам покажу, я, в принципе, ее осталась довольна. Это была вот такая расческа от Tangle Teaser. У меня это в мини-версии, она предназначена для того, чтобы ее брать с собой. Сначала, когда я начала пользоваться этой расческой, у меня возникли такие неозназначенные мнения по поводу нее. Я ожидала, честно сказать, большего от нее сначала. И я думала, что вот эти вот зубья, они идут более такие плотные, более жесткие, но они очень легко гнутся. В принципе, это не является таким минусом, потому что у меня есть крышечка от нее. И я думала, ну, расческа как расческа. Но потом как-то я стала замечать за собой, что рука всегда тянется именно к ней. И даже если она у меня лежит в сумочке, а я хочу дома расчесаться, я все равно хватала эту расческу. И в итоге я поняла, что действительно эта расческа мне нравится, раз уж постоянно у меня рука оттуда к ней тянется. Не рвет волосы, и этой расческой можно расчесывать и мокрые волосы. И также для лета купила себе вот такой вот кармакс. У него SPF 15, у меня это со вкусом вишни. Я бы не сказала, что он как-то увеличивает губы, просто он хорошо их питает, хорошо за ними ухаживает. Следующее, что я купила, это была вот такая палетка теняя от JADE. Я называю эту фирму JADE. Кто-то говорит GADE. Если честно, я не знаю даже, как правильно. Если вы знаете, то обязательно напишите мне. Эта палетка у меня в нейтральных оттенках, я долго ходила вокруг нее, думала, нужна она мне, не нужна. Тестила ее постоянно в магазине, в итоге все равно не выдержала душа поэта, купила. Тени хорошего качества, они отлично работают на базе, без базы они немного менее пигментированы. Я хотела себе как раз такую палетку, с которой можно сделать и вечерний макияж, и дневной макияж в нейтральных оттенках. Эта палетка как раз-таки такая. Единственное, что у нее неудобно, это то, что у нее нет зеркала. Если наносить на базу эти тени, то они не будут ни скатываться в течение дня, ни пропадать никуда с глаз. И последнее, что я вам покажу, это вот такие три продукта от Орли. Вот эту штучку вы уже у меня видели в каком-то из моих влогов. Я вам говорила о том, что у меня сильно слоятся ногти, и я принимала одновременные витамины и пользовалась этой штучкой. Это такое лечащее средство, которое вы используете в одиночку, то есть не покрываете поверх цветным лаком, а просто используете это средство в течение двух недель, потом делаете перерыв и еще раз в течение недели. Потом при надобности повторяете еще раз. На это все у меня ушло где-то месяц-полтора, и те ногти, которые у меня слоились, они не слоились дальше, они просто отросли у меня, и больше они у меня не слоятся. Если подвести итоги, то в принципе это средство неплохое, оно мне помогло, и оно такого немного желтоватого цвета, когда вы наносите на ногти, такое ощущение, как будто вы смазали их йодом. Ну и последние вот такие две малютки от Орли, это лаки для ногтей. Я вам уже говорила, что мои любимые лаки для ногтей это лаки от Орли, особенно вот таких вот маленьких версиях, потому что я успеваю их абсолютно до конца закончить, и у них просто потрясающее качество. С топовым покрытием держатся у меня эти лаки около пяти дней, без скалывания. Если я не покрываю ничем сверху, то они держатся у меня три дня строго. Для меня это очень хороший результат, цвета у них просто потрясающие. Этот такой какой-то космический, переливающийся хамелеон цвет, он и золотистым при одном освещении кажется, при другом он какой-то сиреневый, фиолетовый, всегда по-разному. А этот цвет такой какой-то нюдовый, именно такой серо-телесный. Как раз таки я искала себе такой цвет, и он просто потрясающе смотрится на ногтях. И это были все мои покупки. Если вы чем-то пользовались из того, что я вам показала сегодня или в первой части этого видео, то обязательно пишите мне свое мнение о них. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok